всем привет дорогие друзья из полусолнечной лани сегодня утром у нас было солнышко теперь два часа обещают дождь но это не самое главное сегодня у нас 28 ноября время близится к 1 января 20 года и многих из вас интересует вопрос будут ли выдавать вид на жительство по аренде после 1 января двадцатого года получить вид на жительство в турции вы можете по нескольким основаниям это туристический вид на жительство вид на жительство по замужеству вид на жительство который приравнивается к рабочей визе по работе семейный вид на жительство и студенческий также вид на жительство на основании приобретения недвижимости конечно же сейчас у всех возникает вопрос по виду по туристическому виду на жительство на основании аренды все уже слышали видели и читали что с 1 января двадцатого года пишут и вышел как бы вышел такой закон где написано что не будут выдавать вид на жительство по аренде то есть если вы взяли по аренде вид на жительство на 1 год через год вы обязаны выехать на год и через один год вы можете опять заехать и получить вид на жительство по аренде все что касается всех остальных видов на жительство это недвижимость обучение соединение с семьей или какие-то другие основания не аренда с этими видами на жительство никаких вопросов нет их как раньше выдавали так и будут выдавать самый главный вопрос у нас возникает с видом на жительство по аренде также многие из вас читали или слышали что на год будут выдавать вид на жительство только определенным странам даже появился гражданам определенных стран даже появился список этих стран в который ходит российская федерация да друзья есть такой список и насколько мне сообщили в миграционной службы российская федерация в этот список входит поэтому гражданам российской федерации будут продлевать вид на жительство на основании туризма также вы должны знать и самое первое что вы не должны делать это паниковать потому что каждый случай будет рассматриваться отдельно какие вопросы я задала в миграционной службе первый вопрос если например приезжает семья муж жена дети но они не купили квартиру а арендуют квартиру что им делать вот они прожили год на туристическом виде на жительство и потом на год они должны выехать а как же дети обучаются в школе так вот у этой семьи есть основания подать на новый вид на жительство на основании обучения также если это воссоединение семью например вы здесь живете к вам приезжают у вас есть вид на жительство по недвижимости к вам приезжают родители то это тоже получается вид на жительство связанный с основание семейный поскольку вы как дети можете обеспечивать своих родителей если это касается работы с этим все понятно получайте рабочую визу рабочая виза является видом на жительство поэтому то что касается вида на жительство по аренде кому будут отказывать на определенных основаниях в этом виде на жительство самое главное что мне сообщили миграционной службе это то что только после первого января будет достоверная информация да есть такой закон в анкаре но до официальная бумага до миграционной службы в алане еще не дошла то есть ее еще не прислали поэтому никаких официальных разъяснений миграционная служба не дает поэтому самое главное что нужно делать это не паниковать и каждая семья каждый вид на жительство каждой семьи основания для получения именно туристического вида раз на жительство будет рассматриваться индивидуально кого касается этот закон и кому возможно откажут почему я говорю возможно потому что официальных никаких заявлений нет кому возможно откажут в виде на жительство это а не замужние одинокие мужчины и женщины которые приехали с туристическими целями поскольку вы получаете туристический вид на жительство на один год то государство считает что за один год вы можете все ваши туристические цели и желание осуществить и дальше вы должны будете выход выехать из страны на год и если захотите еще раз приехать то приехать через год поэтому если это семьи и родители пенсионеры и так далее все эти моменты все эти условия для получения вида на жительство будут рассматриваться индивидуально процесс получения вида на жительство очень прост вам нужно сначала получить страховку и заполнить анкету на сайте сейчас я вам покажу как это делается дорогие друзья прежде чем начать заполнение анкеты на вид на жительство нужно оформить страховку страховка обычно оформляется на год и оформить страховку можно в любой страховой фирме конечно же вас интересуют цены и какая страховка лучше в описании к этому видео смотрите полное видео страховой компании это было примерно год или два назад мы снимали ну а на сегодняшний день вы можете например оформить страховку непон непон или группама и цена страховой цена страха цена страховки зависит от вашего пола и того сколько вам лет конечно же самая дорогая страховка от 61 до 65 и страховка например 45 50 лет стоит семьсот пятьдесят пять лир непон сорок один пятьдесят стоит 200 270 271 лир в общем вот такой вот страховку вам нужно оформить прежде чем вы начнете заполнять подавать документ заполнять анкету на вид на жительство почему потому что в анкете на вид на жительство у вас попросят ваш номер страховой и такую страховку можно оформить в любой страховой компании даже можно не приходить страховую компанию а просто выслать все ваши паспортные данные и сроки на которые вы оформляете страховку и страховая компания привезет или пришлет вам эти документы ну и конечно же пришлет обязательно номер страхового полиса это очень важно для оформления да для подавки подачи заявки на вид на жительство после того как вы оформляете вот эту вот страховку свободно открываете сайт и заполняете анкету для вида на жительство без страховки вы не сможете заполнить и страховая компания которая себя зарекомендовал очень хорошо в алане это тут ку си горта как я уже сказала в описании к видео смотрите полное видео из этой страховой компании здесь можно оформить все виды страховок как страховки на вид на жительство так страхование имущество машины страхование поездки страхование когда вы едете за рубеж из трубцы в общем все виды все виды страховки очень важно знать при оформлении вида на жительство если вы оформляете вид на жительство первый раз на год то вначале вы оформляете вот это вот коммерческую страховку любой фирмы абсолютно это может быть непон группама или какая-то другая фирма но после года по вот этой вот коммерческой страховки вы имеете право оформить государственную страховку сэгэка государственная страховка сэгэка она стоит конечно же дороже в месяц она стоит порядка 600 700 лет но государственная страховка покрывает всех членов семьи это муж жена дети и могут быть также родители конкретно по вашему вопросу составу семьи вам следует обратиться в офис сэгэка и вам там все разъяснят кого из вашей семьи покроет а кого не покроет но страховка сэгэка это очень помимо того что выгодный вариант по страховке сэгэка государственной вы можете пользоваться 50 процентной скидкой в некоторых частных клиниках алании например таких как анадолу хастанаси или в государственной клинике поэтому друзья имейте ввиду что после года проживания по виду на жительство в алании вы имеете право оформить государственную страховку когда вы приезжаете в турцию как турист особенно как самостоятельный турист не забывайте оформлять туристическую страховку в вашей стране потому что туристическая страховка очень важная вещь которая сможет стоит она недорого но сможет вам помочь если вы заболеете если вы едете в турцию как самостоятельный турист арендуете самостоятельно отель или квартиру едете не с турфирмы то не забывайте конечно же оформлять туристическую страховку при поездке по турам в тур обычно ну насколько я знаю входит стоимость страховки но какая-то страховка покрывает она что-то и что она покрывает обязательно узнавайте у вашего туроператора для того чтобы оформить вид на жительство точнее подать заявку нужно зайти на сайт е и коммент на официальный сайт миграционной службы турции когда вы заходите на этот сайт вы можете выбрать язык на котором вам удобно заполнять анкету здесь есть турецкий русский английский языки нажимаете на русский язык и видите что можно подать три разные заявки заявки на первичный вид на жительство на продление и переход с одного вида на жительство на другое здесь вы выбираете тот вид на жительство который вам подходит если у вас ранее был вид на жительство то вы продлеваете его мы сейчас зашли на по ссылке на оформление первичного вида на жительство и здесь также вы можете начать подачу заявки или продолжить подачу заявки вся информация здесь на русском языке поэтому никаких вопросов у вас возникнуть не должно когда вы нажимаете на ссылку подать на вид на жительство обязательно обратите внимание на номер мобильного телефона введите его корректно потому что на номер мобильного телефона вам придет номер вашей заявки если возникнут какие-то вопросы то по номеру вашей заявки вы сможете далее ее продлить и далее оформляя оформив заявку вы можете ее распечатать друзья после того как вы заполнили анкету на сайте вы должны ее распечатать и в конце этой анкеты вы увидите тот список документов который вам необходим а также в зависимости от вашей страны сумму которую необходимо оплатить так вот вот эту вот сумму нужно оплатить в налоговой после оплаты вам дают вот такую вот квитанцию которую вы также относите вместе со всеми документами в миграционный офис но чтобы оплатить сумму за вид на жительство необходимо получить налоговый номер каким образом можно получить налоговый номер налоговый номер получить очень просто нужно взять свой паспорт скан паспорта ксерокопию паспорта паспорт и адрес в турции а также нужно записать имя матери и отца заполнить имя матери и отца так вот возникает вопрос с адресом если я проживаю например в отеле или где то какой мне адрес писать адрес вы можете писать совершенно любой то есть приходите в налоговую заполняете адрес вашего местонахождения даже если вы находите в отеле имя матери и отца паспорт и ксерокопию паспорта и после этого буквально за две минуты вам выдадут вот такой вот налоговый номер никаких проблем с получением налогового номера возникнуть вообще не может но самое главное это адрес местонахождения в турции после того как вы получили страховку страховой номер страхового полиса вы заходите на сайт миграционной службы и заполняете анкету далее выбирая выбираете время рандеву на которой вы должны принести все ваши документы далее распечатываете анкету и в этой анкете указан весь список документов которые вам нужно предоставить нужно сходить в налоговую заплатить налог цена вида на жительство и цена налога зависит от страны для всех стран это разная сумма нужно сфотографироваться собрать все документы и и отнести все эти документы в назначенное время в офис миграционной службы время рандеву вы выбираете сами на сайте когда заполните анкету после того как вы заполните анкету высвечивается окошко где вы можете выбрать дату и время но имейте ввиду что заявок очень много и обычно от времени того как вы заполняете анкету до времени того как вы действительно подаете документы может пройти месяц а в сезон это может быть и два месяца поэтому если вы приезжаете по туристической визе у некоторых стран это два месяца у некоторых стран это три месяца старайтесь сделать все заранее и заполняйте анкету на сайте миграционной службы но за месяц до окончания вашей визы я бы делала это так потому что у вас тогда больше времени будет и по вашей туристической визе когда у вас закончится непосредственно туристическая виза вы уже подадите документы у вас начнется туристический вид на жительство как вы видите оформить вид на жительство в турции очень просто самое главное следовать всем правилам которые указаны на сайте оформить страховку заполнить анкету на сайте миграционной службы собрать все документы и принести в назначенное время на рандеву которая указана также вашей анкете поэтому когда вы оформляете вид на жительство оформляйте это самостоятельно это советует и миграционная служба это очень легкий процесс на сайте как вы видели есть все на русском языке заполнить это не стоит не занимает много времени буквально 5-10 минут и вы можете заполнить если у вас возникают какие-то вопросы вы можете обратиться по телефону миграционной службы 157 или непосредственно прийти в офис миграционной службы алани как я вам всегда и говорю если у вас возникают какие-то вопросы по виду на жительство страховкам и так далее всегда обращайтесь в уполномоченные органы всегда обращайтесь в первый источник который действительно расскажет вам как и что нужно делать а не к посторонним людям поэтому друзья желаю вам легкого оформления вида на жительство не паникуйте как я уже сказала туристический вид на жительство по аренде каждый каждое заявление будет рассматриваться отдельно ну и конечно же если вы соблюдаете все правила подаете все документы никаких вопросов с выдачи вида на жительство вам возникнуть не может на сегодня я с вами прощаюсь надеюсь что это видео вам было полезно все самые главные ссылки и порядок оформления вида на жительство смотрите в описании к этому видео ну а на сегодня всем всего хорошего пока пока и добро пожаловать в аланию и в турцию